Андрей Францевич, сейчас много говорится о том, что вот эта военная операция Хамас долго готовилась и скорее всего за Хамас стоит Иран и ливанская Хизбалла. Можно ли доверять вот этим доводам, домыслам и есть ли под этим хоть какая-то вот прагматичная, так сказать, сторона вопроса? Знаете, давайте начнем от самой операции, которая привела Хамас. Она была с точки зрения военной подготовки очень грамотно спланированной. Мы видели ряд новых тактических элементов. Это мобильные группы на парапланах, которые выдвигались. Я уверен, что весь спецназ мира скоро возьмет на вооружение этот элемент. Это мобильные группы на мотоциклах, которые смогли очень быстро проникнуть. Это высокомобильные группы на пикапах. Которые, пройдя в глубину обороны, условно говоря, противника, смогли ввести в хаос. Это передовые группы, которые были заранее выдвинуты и работали исключительно по командному составу. Брали их в плен и фактически обезглавливали руководство военной части, которая отвечала за охрану границ. Это морской десант. Все вместе подготовка, координация, связь говорят о том, что это было грамотно спланировано. Теперь вопрос к кому. Мнения вообще расходятся. Одни обвиняют напрямую, что это Иран подготовил и все это спланировал. А с другой стороны, здесь важно понять, а для чего. Вот какую политическую цель могла преследовать эта акция. Если люди настолько грамотно все спланировали, они же понимали, что будут ответные действия с нанесением ударов высокоточными бомбами авиации Израиля. И фактически сектор газа будет ровнять с землей. И они ничего с этим сделать не смогут. Поэтому политических целей нет. Это просто какая-то дестабилизация, еще что-то. Но если на картину посмотреть немножко сбоку и подумать, а если это выгодно было США, как обвиняет другая сторона. И мы очень много с вами слышали разговоров, да и собственно от Саву Израиля, что финансирование Хамаса осуществлял в том числе за деньги Израиля. Потому что их ставили в противовес Ясеру-Арафату, когда начиналась вот эта борьба за свободную Палестину. Кстати, очень важно здесь отметить, что и сектор газа сейчас формально относится к Палестине. И управляется политическая партия Хамас, которая имеет свое военное крыло. И если посмотреть, что это спланированная акция, причем с Западом, которая легиметизирует сейчас нанесение ударов, полную оккупацию этого региона. Ну и вообще, как бы, такую дегуманизацию мусульман этого региона, то, что и видим сейчас происходит. Тогда мы сразу автоматически получаем ответ на вопрос, а что случилось с американской израильской разведкой. Почему они проспали операцию, которая готовилась год. Тогда мы автоматически получаем ответ на вопрос, а почему же вдруг подошли два авианосных групп и приходят в Средиземное море. Ведь это могло вызвать огромное количество вопросов у других стран, зачем американцы так усиливают этот регион. Там авианосец, он всегда идет не один, его как минимум окружает пять кораблей, подводные лодки, у всех крылатые ракеты. А каждый авианосец за порядка ста единиц различных авиационных средств. От вертолетов до стратегических, значит, и многофункциональных истребителей пятого поколения в 35. Это все вместе говорит о том, что какая-то сила действительно за этим стоит и действительно все это планирует. Если мы начнем рассматривать с точки зрения, что это сделал Иран, и мы тоже это не можем с вами исключать. Мы в этой ситуации, россияне, должны быть в какой-то степени объективны со стороны находиться. И мы понимаем, что если это был только первый этап, и Хамас действует в связке с Хизбаллой, тогда почему Хизбалла сейчас ждет, почему они не организовывают массовые какие-то действия, пока Израиль мобилизует личный состав, пока он проводит слаживание, это то же время, и у них достаточно низкая боеспособность. А этого не происходит, потому что Хизбалла тоже сейчас проводит мобилизационные мероприятия. Это говорит о том, что они были не готовы к этой истории. Так Хизбалла уже обстреливает север Израиля. Обстрелы и наземные операции с большим количеством людей – это разные вещи. Поэтому пуск разведгруппами противотанковой ракеты по израильским танкам – ну это такие, условно говоря, пограничный конфликт, относятся вот к такой категории. А полномасштабные боевые действия или массовый налет какой-то – это вещи, которые нужно готовить. И мы видим, что сейчас мусульманский мир начинает объединяться. Начинает формироваться определенная коалиция, как ее назвал Хамас – ось сопротивления. И мы видим, что больше и больше, условно, неких группировок таких проиранских и вообще мусульманских начинает, конечно же, в этой ситуации объединяться. Вопрос – дальнейшая эскалация конфликта находится в плоскости. Будут ли включаться сюда игроки уже страновые? Ну то есть, условно говоря, Сирия, Иордания, Ливан как правительство. Может быть, Египет. Потому что речь сейчас идет о том, что, ну скажем так, начинает возникать внутреннее напряжение в самих странах. Потому что в том же Дамаске, да и в том же Иордании проходят многотысячные митинги, которые призывают правительство поддержать угнетенных, значит, мусульман в секторе газа. А здесь есть основания. Мы видим, что блокада, которую создал Израиль на территории сектора газа, но она противоречит всем международным нормам. Массовый снос домов, которые хоть какое-то имеют отношение изданий к Хамасу, но это не несет за собой никакой военной цели, кроме, условно говоря, такого показателя доминирования и нанесения страха. Школы, мечети, больницы, университет, административные здания. Но это фактически они вгоняют этот регион в средние века. И сейчас его нужно будет выводить оттуда очень долго. Но самое важное, люди хотят покинуть регион, а сделать у них такой возможности нет. Я напомню, что Израиль обстрелял единственный пункт погранпереход с Египтом. Он обстрелял морской порт. И сейчас все люди находятся в блокаде, они не могут выехать. И самое главное, они не могут получить ресурсы, которым позволят существовать. Вода, электричество, продукты, топливо, медикаменты. Андрей Францевич, все-таки мы прекрасно понимаем, что сам конфликт Израиля-Палестинский продолжается уже более 70 лет. У него большая история. Но, тем не менее, в данном случае мы видим, что эскалация конфликта все-таки пришла со стороны сектора газа. И плюс ко всему погибло очень много мирных людей, очень много заложников, детей, женщин, стариков, в том числе и иностранцев, в том числе и россиян. Сейчас наш МИД выясняет обстоятельства, где сейчас находятся заложники Российской Федерации. Вот эта жестокость, она чем может быть обоснована? Вы знаете, я считаю, что оправдания нет. И Хамас здесь, конечно, навечно себя внес в скрижали такого, ну прям, ну не вселенского зла, как это используют альбина-американцы, но, скажем так, организация, которая должна закончить свое существование. Здесь я с Израилем согласен. У меня расходится с ними мнение только исключительно по методам ведения. Потому что из трехмиллионного сектора газа не все относятся к Хамасу, большая часть из них заложники. Про жестокость, которая наступила, ну, сложно говорить. Мы видели, что операция, которая планировалась, ну, назовем так, спецназом Хамаса, она проходила исключительно по военным объектам. Это люди в черном были, они выдвигались к военным базам, очень много видео поступило, как они действовали. Но как только была прорвана граница, мы увидели, что большое количество безработных молодых ребят в шлепках, не имея никакого военного снаряжения на себе, схватив где-то автомат Калашникова, не знаю, там спрятанное еще что-то, врывались, условно говоря, в близлежащие деревни. И как в Средневековье просто грабили, убивали, значит, выносили имущество, захватывали заложников, все остальное. Ну, что можно сказать? Накопленная злоба за годы нанесенных ударов вылилась вот в такие действия. Оправданий здесь нет, это терроризм, и каждый, я уверен, что Израиль найдет всех причастных к этому, и они понесут заслуженное наказание. Другой вопрос, что делать с людьми, как сектор газа будет существовать дальше. Мы понимаем, что в той конструкции, которая сейчас находится, она будет видоизменяться. Израиль не остановится, у него общество требует расправы, причем мы понимаем, что градус агрессии относительно палестинцев очень сильно раздут, и мы видели, что к этому приложила тут, в том числе и западная пресса, эта история с 40 младенцами, которая потом не нашла подтверждения, но тем не менее ее раздули. Я не хочу принижать зверства, которые там происходили, это действительно было страшно, но сейчас эту ситуацию раздувают, конечно, до очень серьезной агрессии, и это вызывает просто, это может вызвать гражданскую войну, это может вызвать теперь и перекинуться на регион так называемой самой Палестиной, хоть она уменьшилась в размерах относительно того, как ее описал ООН, это правый берег реки Ордан, как ее называют, Иудея и Самария. И здесь могут начаться уличные волнения, и там, кстати, среди граждан Израиля очень много палестинцев, мусульман, поэтому не исключено, что там внутри страны тоже могут быть проблемы. Представители Хамас недавно поблагодарили Россию за ее позицию в Организации Объединенных Наций. Можно ли считать, что вот в этом конфликте Россия уже недвусмысленно заняла определенную сторону? Но плюс ко всему мы понимаем, что в последнее время отношения России и Ирана стали более тесными в экономическом смысле. Неправильно было бы в нынешних условиях все-таки как-то абстрагироваться от конфликта и занять такую нейтральную позицию. Но тем не менее мы видим, что все-таки Россия так или иначе выбирает какую-то сторону. Правильно ли так считать? Нет, так считать некорректно. Наш президент дал вчера поэтому очень четкие обоснования. Он сказал, что если мужчины разбираются между собой, то женщин, детей и стариков трогать не надо. И речь относится к двум сторонам. Это и к бандитам, которые ворвались в израильские мирные города, и к израильтянам, которые сейчас дали команду своим вооруженным силам фактически идти на военные преступления, сносить все, что есть. Мы понимаем, что там очень много мирных жителей. Поэтому Россия занимает взвешенную позицию, как и Китай, как и Турция, как и другие страны, когда сказали, что нужно выполнить решение ООН от 1967 года о том, что Палестина должна стать независимым государством не территорией, скажем так, имеющим протекторат Израиля, а независимой территорией в тех границах, которые были отписаны. Я напомню, что когда создавался государство Израиль, одновременно с этим создавалась Палестина. Поэтому мы в рамках международного права в дальнейшем этом планируем двигаться. Что касается Ирана, нашего взаимодействия с ними, ну конечно мы объединяемся, как и Китай, как и Северная Корея, объединяемся против коллективного Запада и действуем в интересах своих национальных государств. Мы объединяем наши возможности так же, как мы это делаем и в Евразийском Союзе, и в Шоссе, и в БРИКС. Поэтому да, мы создаем многополярный мир, причем мы создаем новое интеграционное объединение, которое действует на других принципах, где нет одного гегемона, который раздает команда, где на равноправном, на равных условиях все страны взаимовыгодно выбирают, как им вместе жить в будущем. Вот это наша основная концепция. Президент, кстати, очень хорошо это сформулировал в виде пяти направлений того, как мы видим будущее. Кстати, в нем Запад точно так же легко вкладывается. Мы никого не исключаем, мы никого не пытаемся сделать агрессором или каким-то недостойным нашего внимания. Мы за коллективное развитие вообще планеты в целом. Но то, что делает Запад сейчас, то, что он пытается разделить сразу на два лагеря, такой, знаете, дуализм. Либо ты с нами, либо ты против нас. То есть третьей стороны не может быть. Они, соответственно, пытаются подтянуть и Россию, и Иран. И Украина сейчас в этом отношении очень часто пытается скрутить вот это все в один клубок, сказать, вот оно всемирное зло, вот они боевики Хамас, вот русские точно такие же. Да не так это, это все по-другому. А вначале я уже сказал, что еще неизвестно, кто стоит за этой атакой Хамаса. Потому что если идти от цели или тому, кому выгодно, то пока Иран здесь не сильно прослеживается в этом отношении. Я не спорю, что Хизбалла проиранская, а Хамас далеко нет. Андрей Францевич, можно ли в нынешних условиях прогнозировать, как долго продлится этот конфликт и когда должно наступить какое-то мирное урегулирование? Вы знаете, сейчас развилка будет идти по пути наземной операции в секторе газа. Если она будет проходить теми способами, которые пока Израиль сейчас себе накладывает, то есть фактически снос городов и наступление по руинам их войск и оккупация этой территории, то невзирая на гибель мирных людей и так далее, плюс их будут сдерживать, то я думаю, что мусульманский мир восстанет и сформирует свою коалицию. Эта коалиция сделает вторжение на территорию Израиля, сухопутных подразделений, там завяжутся бои. Причем, что самое интересное, если американцы и израильтяне делают упор на свои классические вооружения, тяжелую технику, артиллерию, то мир поменялся. Они будут очень сильно удивлены, насколько компактные группы с беспилотниками в состоянии эффективно будут бороться, в том числе с тяжелыми механизированными бригадами. И неизвестно, чем это все закончится. Мы уже видели много кадров поражения, как они считали, одного из лучшего танка в мире, Меркова, с дешевого коммерческого беспилотника. Специальная военная операция показала это как новый элемент ведения боевых действий. И для Израиля здесь могут наступить достаточно сложные времена. Ну а если включатся государства, если включатся вооруженные силы стран, ну например, условно Турция, страна НАТО, и вторая по мощности армия в НАТО после американцев. Если включатся иранцевыми вооруженными силами КСИР, они уже заявили, что КСИР готовы будут с Хизбалой действовать, то у Израиля будут очень серьезные проблемы, как остановить эту мощную экспансию. Но самое важное, Израиль не готов к полномасштабной длительной войне. Как правило, всегда все войны проходили месяц-два. Дальше просто экономически Израиль не выдержит такой напор, потому что мобилизованные граждане – это те, кто работают в экономике, это сотрудники, то есть предприятие экономика будет остановлено. Возможно ли в случае, если Соединенные Штаты активно включатся в боевые действия, а мы знаем, что уже поступила информация, что спецподразделения Соединенных Штатов уже прибыли в Израиль, то есть могут ли после этого и Иран, и Ливан, и даже Египет открыто вступить в противостояние военное с Израилем? Ну, взаимосвязь, вступление американцев и стран, я здесь не так прослеживаю. Я думаю, что как только американцы включатся в этот конфликт и начнут наносить удары их авиацией, и какой-то их спецназ начнет действовать совместно с израильтянами на земле, проиранские группировки начнут наносить удары по американским базам в том же Ираке. Как это сказали йеменские хуситы и так далее, у них есть такие возможности, иранцы, большинство этих группировок раздали свои дальнобойные ракеты, такие как Фатех-110, которые уже били по американским базам и пробивали их в систему ПВО. Государства, если они захотят вступить в вооруженный конфликт с этой коалицией, они автоматически могут получить войну с американцами и могут получить встречный удар высокоточным оружием, в том числе тактическим ядерным. У американцев, в отличие от других стран мира, в концепции прописано, что они могут превентивно применять ядерное оружие для эскалации конфликта, для того, чтобы закончить его на выгодные для себя условия. Ну то есть как это будет выглядеть на практике? Какая-то из стран говорит, все, мы начинаем воевать, и свои вооруженные силы входят на территорию Израиля, ну условно там Сирия и Ливан. И дальше одна из стран получает ядерный заряд в какую-нибудь пустыню, она капитулирует и все остальные страны тоже, потому что они понимают, что они могут быть следующими. И как мы понимаем, цивилизованный западный мир одобрит такую операцию.